Приветствую вас, друзья, на своем канале. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь, заходите в мой плейлист «Матрица судьбы». Там очень много интересного, но я сейчас вам дам информацию на 12 декабря. Эта информация для всех знаков зодиака. Я буду стараться давать это постоянно, на постоянной основе. Итак, овны. 12 декабря может предоставить вам счет за вашу независимость. И не просто независимость, а за вашу нетерпимость, за вашу бескомпромиссность. Не позвольте тому, кто это сделает. Почему? Потому что человек просто будет недоволен собой. Но, дорогие мои, может быть и по-другому, поэтому вы уж как-нибудь проанализируйте. Только проанализируйте не со своей точки зрения нравится, не нравится, а может быть по каким-то делам, может быть по каким-то поступкам. Ну и, Боже, конечно же, упаси вас вступить в некие разборки, в некое выяснение отношений. Я желаю вам удачи. Это воскресенье. Проведите его с пользой для своих близких, для своих детей, для родителей, для жен. И, ну, в общем-то, удачи. Тельцы. Ну, что говорить про тельцов? Конечно же, убеждать тельцы никогда никого не будут. Тельц, он уверен в своих каких-то знаниях, в своих убеждениях. Как говорится, я знаю, я чувствую. Поэтому даром убеждения тельц никак не обладает. Ну, тогда позволяйте хотя бы своим близким или тем, с кем вы работаете, высказывать свои какие-то мнения, может быть, даже убеждать кого-то, если не вас, то кого-то, а может быть, даже и вас. Почему, дорогие тельцы, по 26-й год вас инспектирует уран? Вы земля, а это знак воздуха. Представляете, какая буря может пройти сквозь вас, да? И, конечно же, генетически у вас заложена вот такая стойкость, неумение идти, возможно, на какие-то компромиссы. Я говорю «возможно», потому что не все тельцы упертые, да? Хотя тельцы, у них некое такое классическое восприятие всего того, что происходит. У тельцов зрелых, я бы сказала, тельцов постсоветского пространства, ну, а тельцы молодого поколения там вообще, они уверенные. У них есть свое, я всегда говорю, свои цели, свои задачи, своя религия. Поэтому там, тем более, ничего мы не добьемся, если захотим тельца к чему-то переубедить или же, чтобы телец кого-то переубедил. К сожалению, здесь будет, возможно, будет все на высоких тонах и не совсем приемлемо для такого дружеского далее общения, далее общения. Поэтому, дорогие мои, понаблюдайте за собой, понаблюдайте за какими-то ситуациями. Вполне возможно, что вашему близкому человеку или же вашего близкого человека и надо в чем-то убедить. Может быть, не покупать шубку за, я не знаю сколько, по цене Мерседеса. Вполне возможно. Я желаю вам добра, удачи. Но самое главное, чтобы у вас были деньги на эту шубку, которая стоит как Мерседес. Близнецы, мои хорошие близнецы, 12 декабря, воскресенье. Ну, дай бог избежать каких-то разногласий, выяснения каких-то отношений. Ну, где, в каком направлении. Ну, вы знаете, я думаю, что у каждого из вас такая проблема есть. И вроде как бы вы давно хотите на эту тему поговорить. И вот такой момент представится. Ну, не откладывайте тогда то, что можно решить сегодня, как говорится, здесь и сейчас. Но это момент или же разговор может быть серьезный, откровенный разговор. Но я говорю, что у каждого свое направление. У кого-то надо обсудить взаимоотношения, может быть, с мужем, у кого-то с родителями, у кого-то с детьми. И, в общем-то, здесь уже решать вам. Единственная просьба. Берегите родителей, потому что, когда они уходят, потом начинаются качели. И вы будете долгое время, всю жизнь помнить об этом и страдать от этого. Что касается детей, то поверьте, так как мы относимся к детям, когда они маленькие, так же они относятся к нам потом, когда они вырастают. Как говорится, что воспитали, как общались с детьми в их детском возрасте, так и они вот эту модель поведения, а это все происходит на генетическом уровне, будут общаться с вами. Я желаю вам хороших выходных. Ну и 13 декабря будет 12 числа утром до обеда. Я желаю вам удачи. Раки, дорогие, ну, 12 декабря для вас. Вам бы поработать с Шерлоком Холмсом. Сходите в ближайшее отделение милиции, полиции. А вдруг там есть набор на должность сыщика, да? Потому что подозрительность у вас, она у вас и так есть. Но к 12 числу что-то где-то может быть, но это может быть и неподозрительность. Это может быть и связано с интересом, может быть, каким-то науком, может быть, какой-то информацией, может быть, какому-то человеку. Возможно, это оправдано. Но то, что вы боитесь, как бы какие-то существуют страхи, я думаю, что они преувеличены. Постарайтесь свои подсознательные процессы как бы, знаете, вот этот подсознательный процесс, который у вас приходит через подсознание и находится где-то сбоку, сзади, Бог знает где, попробуйте эту информацию поставить перед собой. То есть, представляете, да? Вот то, ну, это не сущность, это наш разум, это наши наработанные какие-то знания из прошлых жизней. Ну, я так думаю, хотя уже в свете сегодняшних регалий уже приходится и сомневаться. То есть ваша компьютерная программа, программа вашего внутреннего мира, она, конечно же, создает некие мыслительные процессы для того, чтобы вы теряли энергию. И поэтому попробуйте вот эту, опять хочется сказать, сущность, вот эту информацию поставить перед собой. Знаете, как на суде, да? Вы судья, а это подсудимый. Но, к сожалению, у вас так не получается. Почему-то все время перед вашим подсознанием вы подсудимый. Но, тем не менее, попытайтесь выстроить какие-то логические цепочки, поговорить сам с собой, подумать. А что мне это даст? А почему? Ну, не всегда человек, который вас не любит или же не совсем хорошо к вам относится, он создает какие-то для вас проблемы. Он забывает. А вот вы, когда начинаете думать, когда начинаете, скажем так, это все прокручивать в своих головках, вы, конечно же, притягиваете энергетику этого человека. А этот человек, конечно же, он ничего хорошего вам дать не может. А приори не может, если у вас плохие или же не совсем хорошие отношения. Я желаю вам с этим справиться. А то, что я вам сказала, я очень редко об этом говорю и предупреждаю уже в очередной раз, что мои прогнозы, они мало связаны с чистой астрологией. Мои прогнозы связаны с энергетикой. То, как вы чувствуете на небосклоне и как многие чувствуют себя в данный период. Я желаю вам удачи. Львы. Сильные, красивые, статные львы. Ну, вы можете сегодня воспринимать все то, что вокруг вас будет происходить, несколько неадекватно. Ну, это не... Здесь, к сожалению, виноваты будут не те люди, которые будут находиться с вами, а, к сожалению, как говорят, так легли звезды. И я очень часто говорю о том, что мои прогнозы, они не связаны в 100% от астрологии. Ну, а в данной ситуации я вам попытаюсь связать это с астрологией. Причем карта натальная у меня никакая не открыта. Конкретно стрельцы здесь у вас, у многих... Кстати, кто занимается астрологией, напишите мне, потому что я не открываю даже программу астрологическую. Но для многих стрельцов сейчас находится луна в квадратуре. Ну, квадратуру кто там и что подходит, я уже не буду здесь давать. Но здесь может быть и уран. А уран, он, конечно же, даст какую-то импульсивность, какую-то потерю энергии потом, когда вы проявите эту импульсивность. Поэтому это день, 12 декабря, воскресенье. Не пытайтесь добиться каких-то радикальных изменений, так как в понедельник, 13 декабря, возможно, вы даже передумаете, а восстановить какие-то отношения или же то, что вы отрезали, ну, например, отрезали рукав у какой-то одежды, да, восстановить будет уже трудно. Поэтому, как говорится, это день, когда ваш внутренний мир клокочет, то есть там присутствует некая неудовлетворенность, необходимо провести там генеральную уборку, может быть, не генеральную, но кусочек света, тепла сами себе, пожалуйста, отправьте. Попробуйте найти какое-то занятие, попробуйте разобраться. У меня где-то есть в ленте, как исцелить себя. То есть положите подбородок к себе на грудь, закройте глаза и попытайтесь заглянуть туда, вовнутрь. И вот там, где сердце, где-то, а сердце это и есть свет, да, это попробуйте включить свет внутри себя и попытайтесь найти, в чем проблема. И проблема, скорее всего, что у вас многих будет наблюдаться ниже. Возможно, это мочеполовая система, там могут идти некие воспалительные, возможно, процессы. Попейте травку тогда. Почему? Потому что, ну, я вот сейчас сделала это за вас, и у многих, многие это не почувствуют, многие будут ощущать некий дискомфорт. Есть хорошие таблетки фуродонин, может, они по-другому как-то называются, но фуродонин – это таблетки с советских времен. Если такая ситуация у вас есть, или же ситуации с почками, с простатой, я их просто вам настоятельно рекомендую. Я желаю вам добра, удачи. Девы. Ну, вы 12 декабря можете оказаться в центре людей, их может быть даже слишком много. Кто-то будет советовать, что делать, как жить. Ну, как сказать, кого-то захочется просто убить, да, от кого-то захочется сбежать или заткнуть уши. Девы умеют молчать, но потом могут разразиться таким каламбуром, таких, знаете, «благодарностей» в кавычках, да, что просто-напросто лучше самому сбежать, да. Не обижайтесь. Но я вам порекомендую всё-таки поискать где-то укромное местечко, ну, иначе будет много раздражения. К сожалению, вы сейчас под очень большим присмотром той же Венеры, да, которая находится в Козероге, но вы знак Земли, и она, дорогие мои, знаки Земли всё равно она просматривает. Она, девы, конечно, мудрые, но несколько не сдержанные, обидчивые, ранимые, ранимые. Но эта ранимость, несдержанность, и это всё даёт некую такую обидчивость и, знаете, не то что зловредность, а, ну, вы очень, если обижаетесь, то вы обижаетесь. Ну, иметь врага среди дев дороже себе. Поэтому, простите, что я вам так говорю, не все, не все девы, но большая половина дев, конечно, это испытывает. Именно поэтому у вас проблемы идут со щиколотками. Если вот сзади вас просмотреть, то это весь вот этот позвоночный столб и вот верхушка головы – это всё то, что вы нарабатываете, закладываете туда от обид, от каких-то зловредных, может быть, мыслей, от этого всего. Попытайтесь от этого избавиться. Я хочу сказать, что я вот сейчас заканчиваю уже прогноз, а я всегда говорю, что я не всегда смотрю астрологические данные. Я даю энергетику знака Дев, и пространство вокруг вас расширяется, вы становитесь светлыми, и даже какие-то крылышки как бы появляются, некая одухотворённость. Я думаю, что вы с этим избавитесь, а тех, кто не поленится, ну, отправьте мне цветочек, это первое, да, в комментариях, и напишите, что у вас, вот это вот, где в районе лопата, костиохондроз, вот это всё. Я думаю, что многие вот так вот двигают плечами, чтобы от этого избавиться, ну, чтобы проснуться. Я же желаю провести вам 12 декабря в миру с собой, чтобы было только хорошее. Ну, а слишком много людей рядом, это тоже неплохо. Плохо, когда ты один. Я не желаю, или же искренне желаю вам всегда не быть в одиночестве. удачи, весы. Ой, ну что, мои хорошие, смотрите, смотрите на мир широко открытыми глазами, смотрите на своё окружение, смотрите на людей, которые будут вам встречаться, возможно, на улице, возможно, где-то в магазине, возможно, в театре. Ну, в театре, да, это культура, это вдохновение. Ох, как хочется в театр. Для чего? Наблюдайте, изучайте, анализируйте, считывайте с них некую хотя бы внешнюю информацию, потом пойдёт внутренняя, и старайтесь избежать ошибок, которые повторяет или же делает человечество. Видите, как я это всё мягко привела, да, потому что именно от вас, именно от вас зависит равновесие. Неважно, насколько вы задействованы в политике, в каких-то внешнеполитических кругах, да, в экономике, но именно от вас зависит равновесие. И вот это равновесие, его надо как бы чем-то подпитывать. Так вот, смотрите на тех, кто рядом, и это не надо сравнивать. Нет, это я не предлагаю вам изучать, сравнивать и потом обсуждать. О, корова разъелась, да? Нет, это отнюдь не это, простите за мой такой пример. Но здесь совершенно другое. Здесь просто необходимо где-то что-то у себя нивелировать, где-то что-то привнести. О, пошла женщина с красивым шарфиком. А неплохо, неплохо, неплохо. Пошли, купили шарфик, да. А ещё лучше у себя в комоде, в шкафах перерыли, всё нашли. Не нашли шарфик, а нашли кусок какой-то ткани, лёгкой, скажем, сделали шарфик, да. Ну, для женщин вот так, для мужчин тем более. Как ведут себя мужчины, как они одеваются даже. Ведь это на самом деле не такое уж и дорогое удовольствие. Просто мы об этом никогда не думаем. И одевая иногда, особенно мужчины, один и тот же пиджак, который углы уже висят, да, в районе пуговицы вниз туда, да. И он помятый, и он несвежий, или кофта несвежая. Ну, тогда её надо просто постирать, её надо сполоснуть в уксусе. Видите, я уже тут хозяюшка-хозяюшка. Но, к сожалению, очень многие весы, они себя загнали. Они себя настолько загнали, что внешний вид для многих, для многих уже не важен. И я уверена, что кто-то из вас напишет, что да, я не выхожу из дома, если я себя не приведу в порядок. Шикарно. Спасибо вам большое за это. Значит, не... значит, нет, ну, это плохо. Я не хотела так сказать, что я и говорю, что не все есть процент, который действительно нас радует. Следовательно, те весы, у которых есть некие проблемы, они должны посмотреть на тех людей, а среди них окажутся и знаки зодиака весы, и начнут себя уравновешивать. Одним словом, займитесь своим внешним видом, а это воскресенье, 12 декабря. Значит, что-то где-то надо постирать. Ну, воскресенье. Кто сказал, что в воскресенье работать нельзя? Можно. Я общалась с одним настоятелем прихода и говорю, у меня вечно в воскресенье что-то надо делать, да? А он говорит, а кто сказал, что в воскресенье нельзя делать? Это что, один из самых главных церковных праздников? Надо, значит, надо. Тогда не надо и на работу ходить, если дома нельзя делать. Так что приводите всё вокруг себя в порядок. Тем более Новый год. Я желаю вам удачи. Скорпиончики. Ну, что сказать скорпионам? Скорпионы, конечно же, пытаются или собираются сказку сделать былью. Ну, действуйте. Конечно же, этого надо делать. Это сказочные дворцы никто не запрещал строить, и их надо строить. Но самое главное, чтобы этот сказочный дворец был построен без эмоций, без каких-то обид, без какой-то такой, знаете, неуравновешенной энергетики, то есть нервозности. Действуйте. Я думаю, что у вас получится. Самое главное, чтобы вы выбирали сказку такую хорошую, без выяснения отношений, не страшную. Есть такое выражение «как живёшь?» спрашивает один другого. Как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. Я боюсь только заодно, что создав эту сказку, а вы в состоянии создать эту сказку в своём воображении, но вы, к сожалению, сейчас находитесь в неком таком собственном миру, в собственном таком коконе, тем более, что вы прошли коридор затмений, и этот вообще Скорпиончиков инспектирует давно. Ну, вот Михаил Ефремов Скорпион, и вот этот период Михаила Ефремова, ну, что-то вот вспомнила, значит, буду давать. Вот этот период, когда шли разборки с Михаилом Ефремовым, да, его посадили, и очень много Скорпионов пострадало, очень много. Тогда были какие-то ситуации из Ксении и Собчак, ну, и вот недавно была ситуация с аварией Ксении и Собчак. Она, кстати, Скорпион, сильный такой Скорпион, у которого свои цели, свои задачи, своя вера, своя религия. И у Скорпионов так и есть. Но, к сожалению, Скорпион всегда, он делает всё всегда во благо. Но, так или иначе, это благо он не умеет отдать и оставить. Обязательно вот это благо потом каким-то образом начинается, не то что монетизироваться, а начинается некий пересмотр и возвращение к прошлому. Да, вот сразу мне не надо было, а теперь надо. Или же наоборот ставятся какие-то новые цели и задачи. Поэтому совет. Мечтайте. Стройте сказку. Вы энергетически очень сильны. Если, конечно, вы ещё не разбазарили или же у вас не отняли энергию, в этом вы сами виноваты. Так как вы можете мусолить, мусолить, мусолить какую-то проблему, а энергия уходит. И в дальнейшем просто не хватает сил на какие-то большие свершения. А остаётся силы только на то, чтобы зудеть, 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 переживать и так далее. Поэтому всё то, что там зудит, всё то, что приносит ваша красивая головка, ваша умная головка, а скорпионы, они умные, единственное, что старайтесь, может быть, займитесь благотворительностью. Вы таким образом, кстати, очень хороший совет, вы таким образом сбросите вот этот негатив, который накопился. Его надо куда-то одевать, и одними криками, к сожалению, не получится, потому что это всё уходит вам же под ноги. То есть как бы вы сами себя связываете, и причём не просто связываете, а вы связываете ноги, то есть закрываете сами себе дороги. Затем вот эта верёвка, энергетическая верёвка, она чёрная, такой жгут чёрный, да. Это такая, знаете, закипевшая чёрная кровь, которая по жгуту у вас так или иначе со спины, со стороны сзади, связывается с вашей красивой головкой, с вашим подсознанием. То есть думайте, 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 а сказку надо писать, её надо анализировать, в ней надо пожить, особенно если это касается других людей. Вот пусть будут они у вас в этой сказке персонажами, и не выясняйте отношений, но если вам эти люди нужны, значит, вы их обнимаете, пусть они вас обнимают, и вот эти все негативные какие-то реакции надо убирать. Однозначно, нельзя, даже какие-то подозрения, какие-то недовольства, их надо пытаться гасить. А для этого действительно надо создать сказку, надо мысленно отправить, может быть, кому-то букет цветов, кому-то бутылочку коньяка, да, кому-то, может быть, вы знаете, вот так вот мысленно подарить путёвку куда-то на море, или, ну, я думаю, что вы сообразите в данной ситуации, но имейте в виду, что негативные эмоции, посылая, они к вам обязательно вернутся. Если мы почему-то всегда думаем, что мы обладаем такой энергией, такой силой, я знаю, я могу, да я могу в порошок стереть, поверьте, я знаю, что я говорю, а там, а почему вы уверены, что тот человек не может, не знает, у того человека тоже есть защита, у него тоже стоят ангелы-хранители со всех четырёх сторон, да, а может быть, и сверху, да, сверху ангел высшего света, да, там тоже свои тараканы могут быть, но защита есть, поэтому такой получился объёмный прогноз для скорпионов, но скорпионам сейчас действительно тяжело, и Вселенная будет пытаться, конечно же, напугать, и вот эти страхи, вот это всё, это некая попытка поставить вас в некие рамки. В какие рамки? Сами покопайтесь, что не так, что не так, или что кому-то не нравится, и, может быть, анализируйте каждый разговор, каждую встречу. Я желаю всем удачи. Стрельцы. Ну, стрельцы – это знак серьёзный, они сегодня 12 декабря, у них тоже серьёзные дела, ну, серьёзные – это серьёзные, но всё-таки внутренний мир хочет веселиться, хочет добра, хочет отдыха, да, и всё-таки удастся вам каким-то образом немножко, если не себя расшевелить, да, то тех, кто рядом. Может быть, какое-то слово, какая-то шутка будет к месту, а, может быть, она, по вашему мнению, будет и неуместна, но другим она будет приятна. Поэтому немножечко свою серьёзность убирайте, постарайтесь никого не критиковать, постарайтесь… Вообще, стрельцы, вот сколько у меня есть стрельцов, они очень такие серьёзные, они такие, знаете, они умеют чувствовать, кто их погасит, да, и некоторые, чувствуя эту силу, они к ней тянутся. Почему? Потому что им интересно. Некоторые начинают кричать, ругаться, особенно это в семье, вот проанализируйте, да, если у вас есть стрельцы, знаки огня – это люди, которые постоянно шут, они требуют, они кричат и так далее. Кстати, не всегда знаки огня такие трудяги, но трудяги. Ну, всё зависит ещё от года рождения, да. Поэтому, вот у меня мама была львица, она погоду бык и львица, огонь, да, но вы знаете, она пахала, как лошадь, и нас заставляла. То есть мы, когда приезжали, она могла долгое время думать, что ж там сделать, да, но это и нормально. Она жила одна в деревне, ей нужна была помощь, и она всегда старалась выжать всё по максимуму. Но это нормально, потому что было и поле, и, ну, понимаете, да, деревня есть деревня. Поэтому стрельцы, конечно же, это трудяги. Они любят деньги, они любят давать советы, они любят… А когда многие дают советы, они начинают как бы кричать, так и на повышенных тонах, то есть у них просыпается потенциал, у вас просыпается. Это не значит, что в данной ситуации вы плохие. У вас просыпается энергия, и вы начинаете так чётко рассказывать. Ну, есть стрельцы очень такие мягкие, хорошие. У меня подруга-стрелец, она родилась в год кота, да, мягкая, белая, пушистая. Но вот эти навыки или закладки стрельца, они присутствуют. Она очень нетерпима к бездействию других людей, она критична бывает. Но, тем не менее, ко мне она очень благосклонна. Ирочка, я тебя люблю, удачи тебе. И всем стрельцам тоже. Козерожки. Козерожки, 12 декабря. Ну, много некой энергии, какие-то идеи. И вы настолько этим переполнены, и прям можете взорваться. Самое главное, что это день, когда вроде как бы надо домом заняться, да, а хочется чем-то другим заняться. Вот мыслительный процесс не отдыхает, подсознание приносит какие-то ситуации. Молодые козероги, их там ждут друзья, компьютер, стрелялки, да. А близким надо, я не знаю, там, ну что надо сделать. Дом, например, убрать, пропылесосить, шторы снять, там, еще что-то. Ну, вот такие вот примеры привожу. И, тем не менее, этот день будет плодотворным. И самое главное, дорогие мои козероги, самое главное, вам утром не взорваться. Это, ну, вот такой человек, да. И даже если, простите, он проснулся, пошел уже, извините, в туалет зашел, в санузел, да, кофе, чай там позавтракал, пообедал, ну, не пообедал, а позавтракал, и уже вроде как бы свободен, да. Освободил себя любимого, доволен, его вкусно, красиво накормили. Все равно какое-то время его нельзя трогать. Потому что, козероги, вы обязательно взорветесь, вы можете, вы просто кричите. Нет, вы как кричите? Вы даете ответ на поставленный или требуемый вопрос, или запрос, но это делается на повышенных тонах. И это не только 12 декабря, это вообще по жизни, но а 12 декабря вы можете взорваться утром. Удачи, водолеи. Ну что, кажется, что мало, 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 мало места, да. У вас появится некая энергия, когда захочется выйти за пределы каких-то рамок, аппетиты будут расти, они будут безмерны, в четырех стенах сидеть не захочется. И многие из вас, знаете, захотят, как бы сказать, изменить образ жизни. Что-то, ну, кто-то полностью, вернее, вы попробуете, захотите изменить образ жизни водолеи, но потом, уже после 12 декабря, да, как говорится, карета превратится в тыкву, потому что наступит 13 декабря, ну, и там уже появится вот этот со сказки не фея, а как же ее назвать, не хочется оскорблять ваших половинок, да, которая уже, скажем так, укажет вам свое место. Но 12 декабря, красота, захочется куда-то бежать, куда-то идти, и, как говорится, мало мне этого города, мало мне этой планеты. Дорогие мои, это прекрасно. Значит, одеваетесь, и мацион, то есть пешочком, километр-два, во-первых, это полезно, во-вторых, вы сможете насладиться вот этим воздухом, ну, конечно, желательно не рядом с машинами, потому что ваша энергетика, ваш внутренний мир, ему необходим вот этот, помните, не родись, а, нет, нет, не родись красивой, да, или как он называется, как-то так, да, и где я самая обаятельная, самая привлекательная, да, и там Ширвиндт говорит, что нам, творческим людям, иногда надо взлет, то есть разрядка и так далее. Так вот, это тот день, когда вам, водолейчики, 12 декабря, нужна некая разрядка, некий полет. Я вам этого желаю. Рыбки. Ну что, рыбки мои, вы сегодня будете задействованы, вы будете действовать, вы будете стараться, причем будет много каких-то, знаете, вот есть поступок совершен в состоянии аффекта, да, так вот для вас все то, что вы будете делать, это будет, какие-то шаги будут аффектные, да, то есть, ну, вам придется, ну, вот такой вот будет, как вам сказать, такой будет, таким будет ваш внутренний мир. Это, конечно, пригодится потом, когда вас постараются обвинить в бездействии, например, тем более, что 12 декабря – это выходной, и вы за что-то возьметесь, потом вы пойдете сядете отдохнуть, да, и зацепитесь, я не знаю за что, может, за чашку кофе, может, за телевизор, может, за компьютер, а может, просто будете лежать и отдыхать, ну, и, конечно же, вам начнут высказывать, ну, что, давай там работать и так далее, а вы, пометая, да, или пометуя то, что вы уже там пытались что-то делать, но вас как бы прогнали, вы скажете, я же хотел или хотела, ты же меня или ты меня отправил, вот такого характера может создаться ситуация. Но, тем не менее, надо попытаться не, скажем, оперировать, не апеллировать вот этими обвинениями, а подняться, как говорится, и закончить 12 декабря в позитиве. Рыбы, которые будут где-то на праздниках, возможно, где-то в гостях, ну, немножко вам захочется высказаться, вас слушать никто не будет, это не тот день, но это вам так кажется. Наблюдать за вами все равно будут. Наблюдать за рыбой одно удовольствие. Рыба – это рыба, это хозяйка морских глубин, поэтому, как бы там ни было, вы будете блесеть своей чешуей, ну, и, конечно же, займитесь здоровьем. А ваше здоровье – это ваше подсознание. Кстати, у меня где-то есть большущий материал по подсознательным процессам, по здоровью для рыб. Поищите его, и у вас все будет хорошо. Я вам искренне, вот просто искренне этого желаю. Удачи. 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 Удачи.